Одесская юридическая академия Одесская юридическая академия С таким грандиозным праздником профессоров, преподавателей, студентов и друзей вуза поздравил основатель университета, известный государственный политический деятель, народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы, президент Национального университета Одесская юридическая академия, академик Сергей Васильевич Кивалов. Я горжусь нашими студентами, я горжусь нашим профессорско-преподавательским составом и хочу пожелать всем нам творческого подъема, успехов. Хочу, чтобы в ваших домах, в ваших семьях было тепло, был уют, был достаток и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за все. На юбилее состоялась презентация фильма, приуроченного к 20-летию «Альма-Матер». Здесь представлена история создания вуза и то, каким университет стал спустя 20 лет. В 1997-м основатель вуза Сергей Кивалов обратился к президенту Украины Леониду Кучме и премьер-министру Валерию Пустовойтенко о создании Одесской государственной юридической академии. Инициативу поддержали главы Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской облгосадминистрации и глава Совета министров автономной республики Крым. 2 декабря 1997-го юридическое образование получило новый импульс развития. Постановлением Кабинета министров Украины путем реорганизации Юридического института Одесского государственного университета Мечникова появилась Одесская государственная юридическая академия. С тех пор этот день считается ее днем рождения. Преподаватели и студентов, которые в полном составе перешли из университета Мечникова, не пугали условия, в которых им предстояло работать первое время. В главном корпусе незадолго до этого произошел пожар. Не хватало ни учебных, ни рабочих кабинетов, ни тем более общежитий для студентов. Здание за считанные месяцы восстановили собственными силами, а уже через несколько лет материально-техническая база Одесской юракадемии была признана лучшей в Украине. Безусловно, изменилось очень многое. Вы видели, очевидно, фильм, видели, как с каких-то, так сказать, начиналась АЗОВ, юридическая академия, что мы действительно пришли в разрушенное здание, начинали с нуля. А сейчас юридическая академия считается лучшим вузом Украины, и мы можем даже гордиться и сказать, что один из лучших вузов в Европе. Поэтому, конечно, все, что произошло, это происходило на глазах, и это действительно то, что на самом деле сделано руками, сделано умом нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Если бы не он, наверное, все это не смогло состояться. Только под его руководством все смогли сорганизоваться и смогли, так сказать, достичь вот этих высот. В день 20-летия коллектив Одесской юракадемии принимал поздравления от первых лиц города и области. Глава Одесской облгосадминистрации вручил наградные знаки от Верховной Рады и отличия облгосадминистрации членам коллектива вуза. Также Максим Степанов на сцене зачитал поздравления от президента Украины Петра Порошенко. Коллективу Національного университету Одесская юридичная академия. Шановні друзі, широко вітаю науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів, аспирантів та випускників Національного университету Одесская юридичная академия із 20-ти речем від дня його заснування. За ці роки ваш заклад став альма-матер для тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які здобули визнання і авторитет. Переконаний, що професіоналізм та наполеглова праця колективу і надалі сприятимуть розвитку української правничої системи, будуть надійним підґрунтям реформування вищої школи на прогресивних європейських засадах. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, шедрої долі до нових завершень в ім'я України. Качество образування, яке представляється в Одесській юридичній академії, може тільки радувати, і цим реально потрібно гордитися. Я хочу пожелати, щоб завжди було з'явитися, і велике желання, двигатися вперед нашій Одесській юридичній академії. Свої поздравления також передавав председатель Верховної Ради України. Пожелання розвиття і стабільності прозвучали в цей день від замминистра інфраструктури України Юрия Лавренюка, який звернувся з поздравительним адресом від прем'єр-міністра України. Своїй злагодженою творчою працею виробити важливу справу для всього нашого народу. Виховуйте юридичну та наукову еліту України. Бажаю викладачам і студентам творчого натхнення та наснаги, а Академії подальшого процвітання і стрімкого розвитку. З повагою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тут є що подивитися, тому що є речі, які дійсно вражають, які по справжньому, по доброму показують те, якою має бути сучасна освіта. Це і криміналістичні засоби, це і бібліотека сучасна. Тобто дуже багато є, лабораторії різних. Є місця, де можна вчитися. І найголовніше є найголовніше, це викладачі. В честь юбілея колектив Національного університету Одеска юридическая академія був награжден орденом Трудовая слава. А президенту вуза вручили орден Григория Григорьевича Морозлі первой степени. Наградить почетним знаком отличия Одесского городського голови Трудовая слава. Трудовой колектив Національного університета Одеска юридическая академія. Національний університет Одеска юридическая академія це не тільки знання, це не тільки колосальний труд всіх абсолютно без виключення, це ще й активна життя позиція, активне участие в житті города. Тому що в самому прекрасному городі України, в городі Одесі должен быть самый прекрасний вуз. І я хочу, і думаю, ви мене підтримуєте, сказати огромне спасибо і поаплодирую Сергію Васильовичу Кивалу за те, що він создав таке десь чудо одеське. Спасибо вам. Високопреосвященніший митрополит одеський Ізмаїльський Агафангел, по благословению которого в Одесі появилась первая в Україні студенческая церковь святой мученицы Татьяны, також честовал університет. Митрополит вручил ордена Украинской православной церкви, руководству вуза, профессорам і преподавателям. Сердечно приветствують вас знаменателем юбилеями со 70-летием Одеської школи права і 20-летием Национального університета Одеської юридической академії. Строгое исследование встановленим законом може динамично і достойно формувати личності человека, стабільно і справедливо устраувати общественній строй государства. С наилучшими пожеланиями коллективу вуза со сцены оперного театра обратилась председатель Национальной ассоциации адвокатов і Совета адвокатов України Лидия Ізавитова. Благодаря меморандуму о сотрудничестве между Одесской юрокадемією і Национальной ассоциацией реализовано множество совместных проектов. Затем череда поздравлений перешла к Министерству внутренних дел України. Затем торжественне мероприятие. Затем рад, що пригласили органи нацполиції і МВД в целом. Всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Іменно сейчас юридическая академія готовит специалистів, юристів, які грають першу роль в реформуванні системи МВД. Поэтому я дуже рад, що в числе приглашенних дуже надеюсь, що выпускники, студенти пополняти ряды именно нацполиції в Одесской області. Профессори і преподавателі вуза також були представлені к отличительним наградам Конституційного суда України, Висшого совета правосудія, Висшій квалифікаційній комісії судей України. Ви подивіться, скільки випускників нашої академії працює сьогодні в різних інституціях, правых інституціях. Це і в судах, і в прокуратурі, адвокатами. Наші випускники були головою Конституційного суду. Поздравили Одесскую юракадемію, руководство Государственной судебної адміністрації України, Висшого специалізованого суда України і Висшого хозяйственного суда України. Вузу, процветання, професорсько-преподаватському составу терпения і долгих років, студентам, прекрасних легких екзаменів і сесій, і побольше екзаменационних автоматів і зачетів, випускникам вузів, вуза, реалізація диплома, а всім нам, мера, добра, благополучія, успіхів на все. Отметим, що праздновання юбилея прошло в день работників прокуратуры України. Сразу після того, як був зачитан поздравительний адрес генерального прокурора України Юрия Луценко, почетний работник прокуратуры, генерал-полковник юстиції Сергей Кивалов вручил отличительные награды генпрокуратуры членам професорсько-преподавательського состава вуза. Так же поздравил вуз с юбилеем трижды генпрокурор України, председатель Союза юристов України Святослав Пискун. В этот знаменательний день университет получил почетное отличие Всемирного юридического альянса, лідер в сфере юридического образования, а Сергей Кивалов получил всемирное звание выдающийся деятель современности. Я хочу побажать всем выкладачам, студентам, выпускникам юридической академии, какую бы они специальность не опанували, чтобы они имели здоровье, наснагу, творчую вдачу, чтобы у них то, за что они будут боротися все свое життя, за верховенство права в державе, чтобы они перемогли и чтобы действительно таки в Украине было верховенство права. Отмечая знаковый юбилей, альма-матер, Сергей Кивалов вручил звание почетного доктора университета Хонори-Скау за Валерию Пустовойтенко, украинскому государственному и политическому деятелю экс-премьер-министру Украины, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии. Главная заслуга это Сергея Васильевича Кивалова. Это настолько пробивной человек в жизни. Я бы назвал бы, он президент сегодня называется должностью, ректор, президент, он, наверное, менеджер номер один среди ректоров в нашем, говорит, министерстве образования, структуры, которые входят, он главный человек. То есть надо учиться непростое для Украины время, и сейчас работать, и тогда в том числе. Также удостоился звания почетного доктора Йозеф Болок, учредитель, владелица, руководитель юридической фирмы в Швейцарии, почетный консул Украины в швейцарском городе Цуг. В 2001 году Болок впервые посетил университет и учредил программу стажировок в Швейцарии для студентов и аспирантов национального университета Одесская юридическая академия. Поздравительный адреса с наилучшими пожеланиями процветания Alma Mater присылал министр юстиции Украины Павел Петренко. И на этом приятные сюрпризы и подарки не закончились. Председатель ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине Пантелеймон Бумбурас вручил ключи от новых квартир четырем сотрудникам вуза. Сильная страна когда есть сильная армия когда есть сильная культура когда есть сильный спорт когда есть сильная медицина но очень важно когда есть очень сильное образование я уже как коренной одессит хочу сказать огромное большое спасибо Сергею Васильевич за юридичную академию Знаете, говорят незаменимых людей не бывает но это ошибка потому что в нашей жизни такие люди есть это наши родители которые дают нам жизнь это наши два крыла которые не дают нам падать и это наши учителя которые учат нас идти каждый день по этой жизни и сегодня здесь очень много учителей благодаря которым я, наверное, этот день состоялся и с нами учитель от Бога и человек от Бога это Сергей Васильевич поэтому спасибо вам за академию спасибо за то, что вы для нас делаете среди многих подарков день рождения вуза стали выступления победителей украинских и международных конкурсов лучших музыкантов и танцевальных коллективов страны Ярким украшением праздника стало выступление студентов университета в составе квартета «Де Юре» с композицией «Одесская попури» «Есть город, который я вижу по сене» «Ах, если бы знали, как дорог» «У Чёрного моря явившийся мне» «Светущих акаций я город» «Светущих акаций я город» «У Чёрного моря» Присоединяются к поздравлениям и желают Одесской Юрокадемии больших успехов и новых побед Константин Гречаны, Наталья Афара, Юлия Польнова Анастасия Кричко, Григорий Евич и вся команда телеканала «Репортер»